Друзья, братья и сестры, всех приветствую, мир вам! Приглашаю вас обратить внимание на несколько стихов из самой первой книги Библии. Догадывайтесь, она называется «Бытие», глава 4. Прочитаем два стиха из очень трогательной истории, картины, происшедшей с Авелем, с Каином. Мы читаем здесь очень интересные слова. 4 глава, стихи 6 и 7. Книга «Бытие», глава 4, 6-7 стихи. Они для вас знакомы. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Знакомые, друзья, для нас слова. При всем том, что что такое грех, все мы хорошо знаем, много об этом говорим. Но Писание учит нас, хотя мы это знаем, но через напоминание возбуждать наш добрый смысл. Друзья мои, когда церковь была создана, написан был Новый Завет, вы хорошо помните, что в Новом Завете очень много посланий. 21 послание. И к церквам, и к людям отдельным, к служителям. Надо отметить, что цель этих посланий, думаю, что вы со мной согласитесь, большей частью это предостережение. Не так ли? Любое послание, много предостережений. Зачем? Но если мы спасены, если Бог помиловал нас, зачем нас о чем-то предупреждать? Вы понимаете, что всегда у верующих есть опасность. Независимо от того, давно ты верующий, независимо от того, какое ты положение в церкви занимаешь. Друзья, каждого из нас всегда, друзья, до самой смерти подстерегает и будет подстерегать опасность. И эта опасность называется одним словом – грех. Мы спасены от чего, друзья? Спасены от грехов. Писание об этом прямо говорит. И оно же призывает нас к освящению, к духовному возрастанию. Что такое освящение? Это как раз таки удаление от греха и приближение к Богу. Друзья мои, сегодня думаю, что христианам не надо составлять списки смертных, добавив иронию, бессмертных грехов. Но есть понятие смертных грехов. Вот в одной церкви, в другой церкви. Кто-то говорит, что есть грехи, которые не к смерти. Ну, значит, можно грешить. И все окей, все равно в Царство Небесное попадешь. Друзья мои, наблюдая за всей этой картиной, которая происходит, внутри эта вся картина вызывает глубокую боль. Друзья, вы хоть понимаете, что такое грех? Я и для себя тоже спрашиваю. Проходит сейчас соревнование в Пекине. Завоевали спортсменки три места. И вот одна из них, которая завоевала серебряную медаль, но не золотую. Ну, понимаете, золотая – это самая высшая проба, потом серебряная и бронзовая. И вот та, которая завоевала серебряную медаль, настолько разочарована. Все, ненавижу этот спорт, ухожу из спорта. За что? За что? Ну, второе место завоевала. За что? Почему на это, друзья, обращаю внимание? Что такое грех? Это не попадание в цель. Значение еврейского слова – не попадание в цель. Спортсменка не дотянула, может быть, пару баллов. Я не знаю, как они там определяют степень награды. И все полно разочарования. Зачем этот пример приводить, друзья? Чтобы вы реально понимали трагедию, что я не попал в цель. Понимаете, друзья? Вот не дотянул человек, и для него на всей жизни ставится крест. Но он так о себе думает. Мы не будем больше комментировать эту ситуацию. Человек не попал в цель. И вот в этом самое главное, друзья, для нас задача, чтобы реально понимать, как нам с вами попасть в эту цель. Если это слово означает не попасть в цель, то что такое цель, друзья? Что такое цель? Хоть само грехопадение описано в третьей главе книги Бытия, но в четвертой главе мы прочитали с вами стихи, где впервые слово грех встречается. Это потом уже в Новом Завете, когда Павел описывает то, что произошло в Эдеме, он говорит, Адам согрешил. И через него грех во всех людей перешел. Но напомню, впервые слово грех появилось в Священном Писании. Поэтому, друзья, честно и правильно, справедливо перед истиной будет называть грехом только то, что Писание называет грехом. Но не выдумывать. В празднике работает грех, свечку не поставил грех и так далее, и так далее. Друзья, никого критиковать не собираемся. Есть Священное Писание. Бог дал слово. Что такое грех? Не послушали это слово. Первое, подвергли сомнению. Второе, не послушали. Друзья мои, вот Эд – это простая истина, которую мы все очень хорошо знаем. И вместе с этим, друзья, вот суть этого греха. Мы немного, друзья, у нас не так много времени есть, но мы коснемся, чтобы все-таки реально мы понимали, что такое грех. Это противление Богу. Противление Богу и Его Слову. В прочинутых стихах очень ясно показана простейшая картина того, что происходит с грехом. В очень простых красках она написана. Смотрите, Каин еще ничего не сделал, но он стал планировать это. Вы обратите внимание, что в его жизни произошло сразу? Что произошло? Он грех еще не сделал. Лицо поменялось. Уже он озадачен этой идеей. Друзья мои, дорогие, мы приходим в Дом Божий. Вы хоть когда-то обращали внимание друг на друга, помимо того, чтобы сказать «Приветствую»? Вы хоть обратили внимание, что кто-то, вполне возможно, уже поднял ногу, чтобы вступить на ступень, которая называется грех? Это же серьезный показатель. Что-то внутри человека происходит. Обратите внимание, друзья. Это серьезный сигнал. Бог учит вас. Он обратил внимание на Каина. Никто не видел, что в его сердце происходит. Господь видел, что завтра будет грех. Образа говоря, завтра. Поэтому Он сегодня его предупреждает. И дальше, смотрите, Господь ведет очень серьезный разговор. И для нас на это надо обратить внимание. Каин еще не согрешил. Бог видит, что в нем происходит. И сразу явно указывает ему на ту проблему, которую сегодня много не надо говорить. Как действует грех? Итак, грех, согласно Писанию, смотрите, находится рядом с человеком. Я хочу уточнить, друзья, что речь идет о Каине, который родился после грехопадения уже. Будьте внимательны. Это серьезная терминальная мысль. Господь ему прямо говорит. Ты чего нос повесил? Ну, мы по-простому бы сказали. Ты чего в землю-то смотришь? И тут же говорит ему. Обрати внимание, что у двери твоей грех лежит. Друзья, это очень важная мысль. Грех не в тебе, а грех около тебя. Итак, как действует грех? Он находится рядом с человеком. Отличемся, когда Писание говорит о том, что у человека прощен грех. Когда вот в послании к евреям мы читаем, свергнем с себя всякое бремя. Дальше. И запинающий нас грех. Слово запинающий, смысл этого слова, это как паутина. Вот паук свил паутину и ловит насекомых. Для насекомого паутина это не его среда обитания. Но для паука это его среда. Так вот, запутывающих, вот запинающий нас грех, это в Сеандальном издании, смысл его, затягивающих нас в свою ситуацию. Друзья мои, вот это действие греха. Он извне, но он нас затягивает к себе. Вот это истинно глубокое, что мы понимали действие греха. Я хочу еще, друзья, маленькую ремарочку сделать. Когда мы читаем Священное Писание, особенно в Новом Завете, много говорится о грехе. Обратили ли вы внимание, что очень редко идет перечень грехов? Не правда ли? Упоминается слово грех. Но очень редко идут перечни грехов. Вы не задавались вопросом, почему? Для Божьего человека ясно и понятно, что такое грех. Это мой ответ. Для Божьего человека ясно и понятно, что такое грех. Поэтому нередко мы пытаемся хитрить и говорить, ну где написано, что это грех? Ну скажи прямо, ты любишь это? Вот это и все, с этого нам надо начинать. А раз ты это любишь, разберись, то ли ты любишь, то надо любить. Итак, что делает грех? Он тянет к себе. Это достаточно серьезно. Друзья, послушайте, грех – это инородное тело в личности человека. И с первых страниц Библии об этом прямо сказано. Друзья мои, мы иногда говорим, а что я поделаю, грех меня связал. Мы чуть позже об этом немножко скажем. Друзья, мы призваны понимать, что грех – это инородное тело. Почему мы грешим? Мы чуть позже скажем об этом. Греховная природа. Но сейчас как действует грех? Он тянет к себе человека. Дальше, очень важно, он влечет себя. Вот это слово «влечет» – можно привести пример, как гипнотизирует удав, змея, вот какое-то там животное маленькое, там кролика, допустим. Вот он пищит, а идет к удаву. Деваться некуда, это гипноз. Вы когда-то соприкасались здесь, такие, просите, ничего хорошего евангельского нет в гипнозе. Извините, я говорю прямо об этом. Ничего. Но что такое гипноз, наверное, вы знаете, закипетизирует человек. Вроде бы и нормальный человек, вроде бы и голова, и мозги при нем. А он робот. Все, его закипетизировали, он делать ничего не может. Друзья, вот это действие греха. Мы всегда призваны, помню, друзья, что грех никогда нейтрально, бездейственно у нас. У нас в шкафах наших, как, ну, там, говорили бы, в серванте, серванта, да, в союзе. Здесь у нас нет сервантов. У нас другая стиль немножко жизни. Вот он не лежит спокойно. Всегда мы должны помнить. Он всегда действует. И действует всегда негативно. Он к себе тянет. О чем этот, друзья, нам говорит? О том, что состояние нормального человека, заложенное, человек создан с этим состоянием, не жить в грехе. Но грех его туда тянет. Грех, греховная природа тянет ко греху. Эта природа тянет, толкает к этому греху. Еще надо отметить очень важный момент. Вот человек покаялся. Просил Бог ему грехи. Как вы думаете? Согласно Писанию, аминь, простил. Так написано. Если мы исповедаем грехи наши, Бог прощает и очищает. Друзья, но очень важно, нам следует помнить. Грех прощен, но память о нем осталась. И вот когда грех опять подходит ко мне, люди, которые выпутываются из наркотиков или из алкоголя. Это яркие примеры провожу. Это может быть и любой другой грех. Прелюбодеяние, обжорство и так далее, и так далее. Любой грех, сплетни, клевета. Они одинаковые грехи. Нет, будьте внимательны, нельзя делить их. Вот человек начинает выпутываться из него. Все, попросил прощения. Господь, прости, помилуй. Вроде бы помиловал Господь. Ну, он думает так. Господь действительно помиловал. Что дальше происходит? Почему он опять туда идет, друзья? Позвольте на этот момент обратить внимание. Почему человек впервые делает грех? Ведь любой грех, зависимость любая начинается с первого раза. Не так ли, друзья? Не будет первого раза, не будет зависимости. Поэтому очень важно, молодежь, дети, обратите внимание. Не будет первого раза, первый раз в зубы сигарету не возьмете, не будет зависимости. Первый раз в руки бутылку пива не возьмете, не будет зависимости. Первый раз Марии Ивановну в рот не возьмете, или не вколитесь, марихуану, не будет зависимости. Друзья, вот это нам следует помнить. Это достаточно серьезно. Но если что-то произошло, понимаете, сразу какую-то любую зависимость, вернее наркотик, алкоголь, он все равно же действует. И смотрите, у человека возникла трагедия. Допустим, он покаялся. Бог просил его грехи. Что дальше у него происходит? У него возникла трудность. А как эту трудность разрешить? У него опыта нет. И тут вот этот его вчерашний друг, который грехом называется, подходит и говорит, вспомни, как тебе было хорошо. Видишь, тебя здесь не поняли, там не поняли, там от тебя отвернулись, там тебя не приняли. Иди опять сделай то, что ты всегда сделал. Ты помнишь, как тебе было хорошо? Какой фан ты имел? Я нового ничего не говорю. Грех взывает к памяти. Вспоминается ощущение, которые были. Вот, друзья, это действие греха, о чем Писание явно говорит. Он влечет тебя к себе. Хотя надо сказать, что для Каина это более трагичная проблема. У него опыта, братоубийства еще не было. Будьте внимательны. Он не знал еще того, что, допустим, мы сегодня знаем, когда мы повторяем один и тот же грех. И так, очень важно подчеркнуть, что грех именно таким образом влияет на человека. Он тянет себя, тянет к себе человека. Есть ли у человека возможность противостоять греху? Бог сразу об этом говорит. Что мы прочитали в тексте? Он влечет тебя к себе. Тоже интересная мысль. Образ говоря, он на месте находится, тебе говорит. Понятно это выражение? Он на месте находится, но тебе говорит. Иди сюда. Это серьезная мысль. Но дальше о чем Господь говорит? Вот это Евангелие. Это не надо сказать, что это ветхозаветное Евангелие. Это добрая весть. Это хорошая весть. Каину прозвучало. Я весть тебя хорошую сообщаю. Первое, ты должен знать. Грех тебя тянет. Но. Что дальше написано? Вот оно, Евангелие. Ты господствуй над ним. На что это, друзья, нам указывает? Как вы думаете? Я хочу подчеркнуть, друзья. Никогда не надо расписываться в том, что я не могу избавиться от греха. Не лгите на истину. Бог дает право любому грешнику. Вот это Евангелие. У тебя есть возможность господства над грехом. Он тебя к себе тянет. У него сила есть. Ты всегда это должен помнить. Но я тебе даю право. Я тебе даю возможность overpower. Оказать силу над ним. Победить его. Конечно, здесь Господь не говорит о том, в чем эта сила. И не надо думать, друзья, что эта сила во мне. Никогда ни одного человека вы не найдете, который способен бы бросить какую-то греховную зависимость. Недавно разговаривал с одним человеком. Погряз, пьяц. А для меня проблем нет. Я брошу сейчас. Ну так почему ты не бросаешь? Уже не первый год говоришь это. Уже все. И здесь все висит. Уже хронический алкоголик. А вот пытается из себя делать, ну такого, знаете, святого человека. Да я, да я сейчас могу бросить. Не бросишь. Запомни. Ты раб. Вот это ты должен знать. Но ты должен знать, что у тебя есть возможность оказать силу над этим грехом. И сила эта не в тебя. Здесь в общем говорится, что есть возможность, друзья, если кто-то сегодня стоит на последней черте уже, все, overdose, или там уйду, все брошу, покончу с собой. Друзья, запомните одно. Это действие греха. Не все потеряно. Евангелие к вам сегодня обращено. Бог дает вам право. Бог дает. Не бутылка, которой вы привязались, и не наркотик. Бог дает право. Оказать противодействие этому. Победить вот это влияние. Конечно, оно исключительно в Боге, оно не в нас. У нас есть возможность Богом данное противостоять греху. Бог обращается к Каину. И другими словами говорит, Каин, ну если у тебя все нормально, почему ты так вот в землю-то смотришь? Ну у тебя же есть эта возможность, друзья, к великому сожалению. Вы знаете библейскую историю. И это серьезный момент, друзья, что Бог, богословская доктрина здесь, Бог насилия над человеком не оказывает. Помните, друзья, Каин не сделал грех, но уже прозвучало предостережение. Это говорит о том, насколько Бог любит человека. Друзья, вы слышите? Бог видит, что он идет ко злу, и это однозначно. Но Бог обращает внимание и, смотрите, другой бы взял там за ухо и все, отвел там, шлепнул, все на месте. Но не делай так, Господь, друзья. Не делайте из Бога монстра, диктатора, который издевается над вами. Нет. Вот он, Божий характер. Он к своему творению, на которое он имеет право на это творение. Смотрите, как он с ним разговаривает. Что сделал Каин в конечном итоге? Он согрешил. Друзья, что происходит с нами, почему мы согрешили? Что это означает, друзья? Я осмелюсь на основании данного текста сказать, я грешу потому, вернее, почему я совершил грех. Потому что пропустил не одно Божье предостережение. Бог говорит, Бог предупреждает. Вот вам реальный пример, друзья. Неужели Бог не знает, что такое грех? Пожалуйста, не надо так думать о Боге. Он знает каждый из вас, я в том числе, мы его творение. Бог за каждого из нас, сына своего, на эту землю послал, чтобы он действительно умер за грехи всего мира и за твой грех. Но что очень важно, он не хочет, и он как любящий отец говорит, сынок, не делай этого. И вы это знаете, борьба-то у вас происходила и будет происходить. И во мне она происходила и будет происходить. Не надо хвалиться, что мы такие герои, я служитель, поэтому я не согрешаю. Лгать на истину не надо, друзья. Все мы много согрешаем. Кто это говорит? Вы не забыли? Кто это говорит? Это говорит апостол, служитель, говорит, старец. Неужели в старости тоже грешат? Недавно судили человека, устроил разврат сексуальный за сто с лишним лет ему в каком-то городе. Но это интересно, вот это интересно. Думаешь, там уже и думать об этом уже время ушло. Нет, вот что-то ему в голову стукнуло. Сто с лишним лет человеку его арестовали за то, что он что-то там устроил в городе. Катастрофа, друзья. Что происходит? Грех не знает границ. И для нас это очень важно и серьезно, друзья, предостережение, которое здесь есть. Бог стучит в наше сердце. Он предупреждает. Поэтому, если я уже сделал этот грех, признайся себе, что ты игнорировал как минимум одно или два Божьих предупреждения. Через Дух Святой Господь обязательно работает в нас. Но даже в этом случае Господь от нас не отвернется. Смотрите, что произошло с Каином. Он согрешил. А потом Господь говорит, он проклинает его. И смотрите, уже мертвый духовный человек, Каин, он слышит голос Божий. Удивительно, друзья, правда? Он уже согрешил. И однако согрешивший слышит голос Божий. Говорит, наказание мое такое большое, что теперь каждый меня убьет. И обратите внимание, друзья, вот это меня удивляет. Господь бы, я бы почти сказал, так тебе и надо. Кровь за кровь, так тебе и надо. Что ему Господь сказал? Я тебе знак дам, чтобы тебя никто не трогал. Господи, да доведи до конца. В могилу его загони и все. Ну, простите. Нет, я этого делать не буду. Друзья, слышите? Даже если вы согрешили, Бог от вас не отвернется. Бог от вас не отвернется. Почему мы грешим, друзья? На мой взгляд, это короткая мысль. Мы с вами помолимся. Две причины, я усматриваю для себя. Это мое размышление. Не зайдите, вы можете с этим не согласиться. Первая причина, что нас толкает ко греху, это наша ветхая природа. Она всегда у нас есть. Друзья, пожалуйста, не надо думать, что у верующих людей ветхая природа не действует. Не надо обмануть себя в том, что мы можем быть совершенными здесь на земле. Не надо этого делать. Праведник семь раз упадет. Кто падает? Кто? Праведник. Праведник семь раз упадет, но он встанет. Все мы много согрешаем. Друзья, и я согрешаю. И не надо здесь рисовать из себя какого-то святого человека. И я знаю, что такое духовная борьба. Я знаю, какая борьба идет, когда тянет меня ко греху. Я это знаю. И скрывать этого не надо, друзья. Об этом надо открыто говорить. Все мы много согрешаем. У каждого идет эта борьба. Я знаю милостивого Бога, что Он меня предупреждает, я это знаю. Но если я не устоял, согрешил, Бог никогда бичевать меня не будет. Он со мной продолжает разговаривать. Для чего цель Его? Какая? Возвратить меня. Почему мы согрешаем? Ветхая природа нас тянет туда. Ветхая природа, с которой каждый из нас приходит в этот мир, никогда нас к Богу не приведет. Никогда, друзья. Это всегда мы должны помнить. Даже если в семье верующих родителей родился, я унаследовал ветхую природу. Аминь, друзья. Пожалуйста, не обманывайте себя. Вот поэтому-то надо, чтобы все люди успокаивались. Почему? Хоть он и верующий в семье родился, у него ветхая природа, которая к Богу ему сама никогда не приведет. Это первая причина, с которой каждый человек приходит в этот мир. Вторая причина – это личное неверие. Первая причина – врожденная, то есть мы это унаследуем от прародителей. Вторая причина – это мое личное неверие. Помните, Христос говорит, я пойду, придет Дух Святой, и Он обличит мир. Первое о чем? Не о грехах. Будьте внимательны. А о грехе. А дальше уточнение. Что это за грех? О грехе, что не веруют в Меня. Вера или неверие – это личное мое. И это всегда, друзья, мы призваны помнить, что первое – врожденная природа толкает меня ко греху. Второе – личное неверие к Богу, по отношению Его Слова, оно отталкивает нас и генерирует в нас эти грехи. Именно неверие к Богу – это мое убеждение. Это главный грех, который все остальное генерирует. Если ты Божьему Слову не веришь, все остальное для тебя будет окей. Самое главное – ты не веришь Божьему Слову. Помните, с чего в Эдемском саду трагедия началась? Как тоненько к безгрешному человеку подошел дьявол. Он не сказал, что Бог не прав. Не так ли? Просто подверг сомнению. Подлинный, правда ли, сказал Господь? Сегодня у нас… Он очень опытный. И теологи, скажем так, помогают, либеральные. Не так перевели, не к нам относятся, вы знаете, и так далее, и так далее. Столько вот этого мусора сегодня. Они помогают просто. Дьявол-то, извините, он тоже не спит, не дремлет, делает свою работу. Друзья, мы сейчас будем с вами молиться. Поднял эту, я скажу, глобальную проблему. Она всегда присутствовала, она и сегодня присутствует. Бог по милости своей дает людям спасение. Это правда, друзья. Но дальше Он говорит, доводите до конца это спасение. А спасение – это от чего? Скажите, от чего спасение? От греха. Но если с грехом нет проблем у верующих, зачем тогда говорить о спасении? Надо доводить его до конца. Это еще одна сторона, которая заставляет нас думать о борьбе с грехом. Друзья, если даже мы согрешим, Бог дает особую милость нам – избавиться и очиститься от греха. Но напоминает, если мы исповедуем грехи наши, только тогда происходят два действия. Пожалуйста, давайте в сердце это напомним. Какие два действия? Бог первое – простит, второе – очистит. Не забывайте, пожалуйста. Грех не только должен быть прощен, но он будет очищаться. Мы не представляем, какую разрушительную работу в нашем духовном организме производит этот грех. Много сегодня говорят о ковиде. Какую громадную проблему он производит в организме человека. Его никто не видит? Его никто не видит. Не так ли, друзья? Под микроскопом едва его рассмотришь. А какую огромную трагедию он производит с человеком, который в тысячи, если не миллионы раз, больше его по весу, чем этот вирус. Друзья, вот это действие греха. Для нас это более понятно. Поэтому наш грех нуждается как в прощении, так же и в очищении. Мы будем, друзья, сейчас молиться. Это серьёзное предостережение. То, что может нас сегодня удалить от Бога. Мы немного, друзья, коснулись вопросов, говорящих, надо больше говорить о грехе, что он и удаляет нас от Бога. Наши грехи производят разделение между нами и Богом нашим. Много надо говорить о борьбе с грехом. С чего этот грех начинается? Это не с тем, чтобы воспевать грех, но это с тем, чтобы понимать, какая опасность перед нами. Видишь опасность, понимаешь опасность, ты уже научен, предостережён. Поэтому для нас это важное предостережение. Итак, друзья, у двери грех лежит. Он влечёт тебя к себе, но ты господствую над ним. Аминь. Помолимся. Помолимся.